А вот это сегодня, сейчас я слушаю телевизор Как слушаю? Я его никогда не слышал У меня работает подсознание И вот здесь, по какому каналу, не помню А мне это как будто специально Потому что кто-то помогает, подсказывает Все время вот так вот Все время, и причем обязательно перед вебинаром И я тогда взял и вот это вот скопировал с интернета Почему? Что было сказано по телевизору Это еще раз говорю, я сейчас говорю, для людей продвинутые Среди вас много выше образования Среди вас много выше, немного преувеличиваю Но есть с агрономическим образованием Вы меня должны понять Несколько раз крутили у виска Несколько раз Вы помните, что это самое Почему я еще выставляю не совсем адекватными Те же дам Одну уже, а вторую чуть ниже Почему я в очередной раз Да потому что они так и пишут Железом несет бред Понимаете? А у меня таких бредов много А Курдемов, который, я считаю, мировая величина Мне говорит, писал Константинович, пожалуйста, не говорите этого Ваше наука не примет всерьез Да, если я не буду говорить Она примет всерьез, я буду один из тысяч И вот получается Включая телевизор и слушая его Вначале не врубился Говорили про пшеницу И вдруг говорят А я-то знаю, что пшеница Ну случайно Что она самоопыляема Об этом даже я знаю Вот брат мой У него с сельхозообразования Хоть он и электрик и механик Вот Даже эти, я уверен, знают Ольга с Натальей Мои эти заклятые друзья Даже они, наверное, знают Что это самоопыляема И вдруг Она спокойно говорит Тот, кто ведет это Ну типа ведущая Это отрывок Ну то есть где-то сняли Показали лабораторию Оказывается Внимание Пшеницу Опыляют Кукурузой А? Помните выражение Это самое Гибрид ежа с ужом Кукурузой Опыляют Кукурузой И у них меняются характеристики Этих самых Мы говорим плоды А у них получается зерно Характеристики меняются Они подгоняют эти характеристики Под нашу Сибирь и так далее Под Сибирь Вот это по телевизору сейчас А? И когда я говорил Что есть ветровое опыление Для самых этих самых Еще шутя говорил Ветром надуло Меня за идиота принимали А что пшеница с кукурузой Родственники что ли А что Вишня Черешню Пылить не может А что Черешню Вишню Пылить не может А что Дюков нет на свете А стоит мне сказать И сразу я идиот Я когда вот это посмотрел Я тут же полез в интернет Тут же нашел Мгновенный ответ Внимание Я еще раз говорю Ребята Кто новички Я вас отправляю На свои диски На свои книги Там все Коротко Можете даже не смотреть Отключайтесь Я говорю Для тех Кто уже прошел 186 вебинаров 187 Ага 187 Так вот Растения Самоопылители Опыляются При закрытых Цветках Своей пыльцой А моя то Бредовая идея Не так позвучала Вспоминаем Песики И тычинки У Цветов Ну и оплодовых Я не про пшеницу Прошу не путать Это с пальцем Вот А разное время Созревает То есть Созрела Пыльца И надо опылять А пестик то Не готов Он еще не созрел Он не раскрылся Вот вся наука Моя И опять Идиот А тогда Я сейчас вам Да А дочитаем Дочитаем Вот я сегодня Разговариваюсь У пшеницы Иногда в жаркую погоду Цветки Раскрываются Понятия Не имел Как бы не Вот эта передача Сегодня Про кукурузу Вот И может Происходить Спонтанное Опыление А они Все это На поток Вот они Берочки Ха-ха-ха Вот они Это Вот уже Высаживают Около Эти Как их Самые Рассеницы Уже Пшеницу Высаживают Перекрестные Опыляющие Опыляются В порядке Так Цветах Ну и Простите Про Здесь Уже Используют А Что касается Опыления Плодовых Меня идиотом Называют Ну почти Не совсем идиотом Ну а Как там Юра была Юрий Володимирович Ума не нажала Про тебя Или про меня Или про Да это про вы Это мы с тобой Ума не нажали И вот получается И другие Та еще могут А почему Разница Принципиальная Там пестики Тут пестики Там тыщинки Вот Я для чего сказал Внимание Мы с вами Я взял И вот тут вот набрал Вот сюда смотрим Вот так вот взял Набрал Смотрите Салонод Абрикос Академик Фото Видите Вот Тогда Что получил Вот Смотрим сюда Дело в том Что Абрикос Академик В нашей стране Настолько Редчайшая Весь Что Большинство Наверное Их процентов 90 До 100 Процентов Сайтов Ну Кроме нескольких Процентов Воруют фотографии Прямо отсюда Им же нужен Абрикос Академик А когда им Навалом приходят За границей Там нет Названия Потому что Откуда там Академик Там может быть Ну подумайте сами Академик Создан На этим Казминым На Дальнем Востоке Ну че Лапшу вешать Ну какого хрена Это Ну этого люди Могут не знать Это мы знаем Но моя задача Упреждать А вашим Помогать Рассылать Мои Мои же Украли Как Ну Присвоили Ладно Так Это Латинковский Ну то есть Ну понятно Что его тоже Кто-то Это себе Присвоил Смотрим дальше Латинковский Вот это Железовский САДСИМ Вот тут честно А почему Они воруют А не Воруют Только Не все решаются Линейка моя Видите Это она Играет роль Логотипа Видите Смотрим дальше Сейчас я объясню Чтобы вы поняли Сам смысл Меняется как Я вот к чему Это объективно Вот это мое Здесь написано Абрикос Академик Вот так нажимаешь И видишь Что он вовсе не мой И называется он Персик А нет Абрикос Абрикос Академик Но только он Ко мне Никого отношения Уже якобы не имеет А вот это Я называю Украден Агропитомник Есть и моя фотография Кстати Видите На дальнем плане Сколько абрикос Это 100% Моя фотография А вдруг Вы не поверите Смотрим сюда Я приготовился к речи Вот он академик Вот он академик Вот он Видите Вот эта фотография Украдена Тут нарисовали логотип Смотрите Когда я подвожу Вот это что Это его паспорт Смотрите Дата съемки 25 мая 12 года Вот Вот это все Сделано моим фотоаппаратом Теперь так Идем дальше Мы с вами попали Ой я Я рано вышел оттуда Так Я рано вышел оттуда Не отсюда Ага Вот отсюда Значит Вот это вот Чистый обман Так Дальше 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 Еще покажу Вот это тоже Железово Абрикос академик Тоже присвоили Вместе с моей Это невесткой Присвоили Ладно Но я главное Что хотел показать Начиналось Вот с таких Вот видите Вот А заканчивалось Вот такими Сейчас покажу То есть Они меняли форму И я все время Гадал Как они могут Изменить форму Так Вот Да их Ну ладно Вернусь сюда Их опыляют Их опыляют Разные Эти Как их назвать Ну тоже Жабрикосы Да Тоже жабрикосы Но они имеют Совсем другую форму Совсем другую Якобы по науке От Подвое А подвое Мажорский абрикос Не передается Качество Разве что Испортить можно Якобы Так Тогда остается Ветром надува Поняли К чему я клоню Значит что остается Мы должны Садить Так же как Я подвел Издаля Так же как Мы садим Вишни Черешни Рядом Должны садить Поняли да Получаем Кстати Множество Дюков То есть Мы точно так же Можем Садить Абсолютно Разное Есть у меня абрикосы С Канады С Армении С Дальнего Востока Средней Азии Там куда дальше Франция Украина Вот и получается Вот и получается Вот и получается Ветром надува И вы будете Тем Обладателями Уже новых сортов Почему я так говорю Значит Вчера Я Оно Сейчас где-то У меня осталось Вот здесь Вот Вот здесь Вот Значит Как открываю Оно на глаза Попадается Яблони Семечки Черным По белому Написано Ой написано Рассказано Вы можете набрать Яблони Семечки Если не на эту статью Там взять Что была Очень пожилая Толковая женщина Но Такое впечатление Что она С 19 века Сюда Перенесли Специально Взяли Машину Времени И она нам Рассказывает То что было Сто лет назад И рассказывает Чтобы яблони Грушу Вырастить Культурную Семечки Надо Я цитирую ее Надо Вырастить Порядка Тысячи Или Несколько Тысяч Одна Получится Остальные Нет И тут же А это слабое место С одной стороны Меня тоже Призывали Занимайте Семечком Вся наука Занимается Выращиванием Семечка Гибриды А с прививка Сразу Раз На второй Третий Год Вот такой Вот Казалось бы А у нее Получается Одна из тысячи Официальную цифру Я брал Из книги Авторитетнейшей Одна из Двух с половиной Тысяч Новый сорт Но это когда Новый сорт А у нее Проще Чтобы повторила Наоборот Материнское Качество Взяли 300 граммов Вот такое Допустим Какая-нибудь Полосатенькая С какими-нибудь Особыми Вывертами Кто с такой Получит Одно из тысячи Остальные Не дички Но Дэй Вот так вот А я вас призываю Давайте так Совмещать Привитые А эти Привитые Дадут В свое время Плоды А плоды Уже будут Не только Веттативной Георизации А я уже Тысячу раз доказал Что она существует Но еще Совмещаем С Вот это вот Перекрестное Поляйце При открытых Цветах При открытых Цветах Вот Вот сколько Я вам наговорил Продолжение следует